МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году не состоялся обстоятельный диалог делегаций двух стран сразу на нескольких площадках. Вопросы взаимодействия обсудили в девяти тематических секциях. А в эти минуты участники форума продолжают разговоры с союзным сотрудничеством на главном мероприятии двухдневной программы – пленарном заседании во Дворце Республики. Сегодня на масштабном событии ждут глав государства Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президент Российской Федерации уже прибыл в Минск. Борт номер один совершил посадку в национальном аэропорту несколько часов тому назад. Из-за аэропорта кортеж направился прямиком ко Дворцу Независимости, где состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государства пообщались в формате один на один, а затем и в расширенном составе вместе с экспертами обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Особый акцент стороны сделали на мерах по увеличению темпа взаимного товарооборота. В прошлом году торгово-экономическое сотрудничество между странами несколько снизилось, однако в этом уже наметилась положительная динамика. Александр Лукашенко отметил необходимость снятия ограничений в торговле с Россией. По мнению белорусского лидера, это будет способствовать повышению стабильности экономик двух стран. Он идет на пользу нашим гражданам. Объем взаимной торговли за 4 месяца этого года составил 7 миллиардов 600 миллионов долларов, снизившись на 12% примерно к соответствующему периоду прошлого года. Экспорт около 3 миллиардов в Беларуси в России сократился к январю-апреля на 6%. Импорт из России свыше 3,5 миллиарда долларов снизился на 15%. Но что отрядно, благодаря нашим скоординированным усилиям в преодолении последствий нестабильности в мире экономической, темпы падения товарооборота значительно замедлились. Если по итогам 4 месяцев прошлого года взаимный товарооборот упал на 30%, то у нас где-то около 12% за этот год 4 месяца снижения. Я очень надеюсь, что в ходе совместной работы мы сможем отыскать резервы для закрепления положительной динамики и тенденции. Повышение стабильности наших экономик, росту благосостояния беларусов-россиян будет значительно способствовать снятию еще существующих некоторых ограничений в нашей торговле. Экономический кризис вообще-то должен нас сплотить, участников интеграционных процессов, заставить их развивать кооперацию, внутренние производственные цепочки. Действительно, у нас были определенные потери в прошлом году, в этом году все-таки объемы восстанавливаются, причем объемы экспорта беларусского в Россию увеличиваются большими темпами, чем российский импорт в Белоруссию. В целом это нормально. И более того, физические объемы они увеличиваются. Стоимостные, они действительно еще немножко сокращаются, хотя темпы сокращения даже стоимостных улучшились, а вот физические объемы начинают увеличиваться. Это, в общем, хороший такой сигнал. Нам нужно сегодня использовать время в ходе совместной работы для того, чтобы вместе подумать на тему о том, как нам сохранить эту положительную тенденцию и ее усилить. И мы возвращаемся во дворец Республики, где сейчас проходит пленарное заседание третьего форума регионов. Там сейчас работает наша съемочная группа. И на прямую связь со студией выходит моя коллега Юлия Бешанова. Юлия, здравствуйте. Третий форум уже на завершающей стадии. Подписаны контракты и соглашения. Скажите, может быть, вы подметили какие-то особенности и можете поделиться с нами деталями? Здравствуйте, Ирина. Наверное, самое главное отличие в количестве делегатов и географических масштабах третьего форума. Сегодня в нем от каждой стороны участвует порядка 300 человек. Вообще, пленарное заседание, как финальный аккорд межрегионального диалога, объединило не только глав ряда министерств России и Беларуси, вице-премьеров, но и первых лиц. Как и в Сочи 2015, так и в Минске 2016. К руководителям региона вышли Владимир Путин и Александр Лукашенко. А вот короткую беседу с главами регионов перед началом работы форума Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович провели впервые. Кстати, Михаил Мясникович заявил, что приоритетами должны стать совместные российско-белорусские проекты с участием третьих стран. Особо он выделил Китай, с которым наша страна реализует несколько крупных инвестиционных проектов. Кроме того, сегодня активно прорабатывается договор о единой экономической зоне с Индией. Этот проект вызывает интерес не только у Беларуси и России, но и у крупных транснациональных компаний. Кажется, что и все урегулировано, и действительно эти равные права есть и законодательно, и непосредственно правоприменительная практика. Когда начинаешь смотреть, они все равно, есть некоторые вещи, которые в определенной степени досадно сказываются на общий, в принципе, нормальный климат. Вот обратите внимание, сегодня такие были хорошие, смелые предложения. Не только надо, как-то получился отрыв, что на республиканском, у нас, на федеральном уровне, в Российской Федерации решения все приняты, межправительственные документы есть. А вот надо сделать так, чтобы школа со школой, университет с университетом работали не как иностранцы. И тогда будет намного проще решать и все остальные вопросы в такие социополитического характера. Было бы правильно, если бы мы пришли пошагово к созданию единого визового пространства. Альтернативы этому нет. Это позволит нам более активно развивать туристическую отрасль и в Белоруссии, и в России. Это позволит нам предлагать единые туристические продукты, привлекать в наши страны зарубежных гостей, других наших партнеров. В целом, второй день работы очень насыщенный и богатый на новые идеи. Участники форума не просто обсуждают вопросы российско-белорусского сотрудничества, но и, что называется, не откладывая в долгий ящик, подписывают документы о взаимодействии в различных областях. В частности, Могилевская и Тульская области договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурных областях. Кстати, руководители ключевых ведомств представляли практические проекты, многие из которых могут быть реализованы уже в самое ближайшее время. Например, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский предложил возобновить практику работы над совместными кинолентами. А Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович, в свою очередь, заверяя ход выполнения намеченных проектов, будут контролировать парламент обеих стран. Я хочу сразу предложить два проекта, которые могли бы объединить наших кинематографистов. Первый проект – это фильм «Грамыка». Второй проект – это проект «Собибор». Может быть, не все об этом слышали, но прямо на границе Белоруссии и Польши был малоизвестный лагерь смерти. Группа советских военнопленных устроила единственный в истории Второй мировой войны массовый побег из лагеря смерти с разрушением этого лагеря. У нас есть блестящий сценарий. Мы готовы целый городок построить здесь совместно с «Беларусь» фильмом. Но в перерыве уже в куларах участники форума продолжили обсуждать рабочие вопросы, налаживать деловые контакты и делиться впечатлениями. Встречи, они полезные, потому что идет обмен мнениями. Даже если не в этом зале, так в кулуарах встречаемся с моими знакомыми, а говорим над чем работать. Но что касается моего впечатления, то, конечно же, хорошо, что мы начали уже говорить в своих выступлениях о тех проблемах, которые есть у нас между иностранными и о тех задачах, которые нам решать. Буквально с минуты на минуту здесь, во дворце республики, ждут прибытия Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ожидается, что они примут участие в работе пленарного заседания. Уже после завершения мероприятия президенты России и Беларуси посетят выставку «Белагра-2016». Еще раз напомню, на повестке дня сегодняшнего и вопрос о тематике очередного, уже четвертого форума регионов, времени и месте его проведения. По предварительной информации, новую масштабную встречу представители Беларуси и России предполагается посвятить молодежной политике, но провести его намечается в Санкт-Петербурге. Ирина. Спасибо, Юлия. Я напомню, на прямой связи со студией с Дворца республики, где сейчас проходит пленарное заседание форума регионов Беларуси и России, была Юлия Бешанова. Подробности смотрите в нашем вечернем выпуске. И к другим темам ЦИК Беларуси утвердил календарный план по проведению парламентских выборов. Сегодня в Центрозбиркоме обсудили основные вопросы избирательной кампании. Так, с 3 июля по 1 августа будет осуществляться выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей. Зарегистрировать инициативные группы должны не позднее 7 июля. Документы для регистрации кандидатов в депутаты будут принимать до 1 августа включительно. Тем временем выдвижение кандидатов члены Совета Республики пройдет с 21 июля по 19 августа. И еще одна особенность нынешней избирательной кампании. Проводить агитацию кандидаты будут за счет собственных средств, а не за счет бюджета. Финансирование собственной предвыборной агитационной кампании у нас ранее не осуществлялось. На практике почти не осуществлялось. А сейчас они вынуждены будут работать, потому что государство денег на выборы уже кандидатам не дает. Они должны либо на собственные деньги, либо пользоваться тем, что им предоставляется бесплатно гарантия. То есть бесплатное родильное, телевизионное время, бесплатные газетные площади на опубликование предвыборной программы, ну и помещение для встреч с избирателем. Напомню, выборы в Палату представителей состоятся 11 сентября в Совет Республики с 18 июня по 18 сентября. В Минске продолжает работу крупнейшая сельскохозяйственная выставка года «Белагра-2016». Свою продукцию на площадке презентует рекордное количество компаний свыше 500 из 20 стран. Масштабная демонстрация отечественных достижений и международного опыта в сельском хозяйстве проходит сразу на двух площадках. На территории аэропорта Минск-1 свои новинки представляют производители современной сельхозтехники. А под куполом футбольного манежа на проспекте Победителей разместились экспозиции предприятий пищевой промышленности. Здесь же представлены стенды компаний по выпуску оборудования для переработки сельхозпродукции. Мы вчера достигли договоренности с руководством Сахалинского края о реализации объема. Мы достигли договоренности с руководством Брянщины. Мы достигли договоренности с руководством сибирских регионов. Поэтому реализация порядка 100 единиц техники будет осуществлена в ближайшее время. И техника будет градогружена и будет работать на благо потребителей Российской Федерации. И последний рекорд Гиннесса по самой длинной автомобильной колонне установили в Болгарской Софии. Достижение было официально зафиксировано наблюдателями организации. Колонна из автомобилей растянулась более чем на 3 километра. На трассу вышли не только современные, но и ретро-машины. Всего в параде участвовало более 2000 автомобилей. На этом у меня все. Далее спортивный обзор от Александра Карася. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступно на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 19.30. Его проведет моя коллега Юлия Александрова. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok